Новые спектакли, новые эмоции. Актёры театра «Рампа» открывают занавес. О том, какие постановки уже готовы для показа приморским зрителям, узнаете далее из сюжета, который выходит в рамках реализации проекта «Культура в событиях города». В Доме молодёжи города Находки уже более 15 лет радуют зрителей своим творчеством театр «Рампа». У первоистоков театра стояла режиссёр Татьяна Тренькина. За это время театр «Рампа» проделал колоссальную работу, достиг высоких результатов театральной деятельности, за что в 2009 году Управлением культуры Приморского края театру было присвоено звание «Народный». Театр «Рампа» зародился 15 лет, сейчас уже 16 сезон идёт. То есть 15 сезонов мы уже, как говорится, отбахали, теперь 16-й идёт. И до этого вообще театр создала Татьяна Ивановна Тренькина. Все 15 лет она, честно, им руководила, своим детищем. Но и так по ряду причин, по ряду, так сказать, по воле судьбы, к сожалению, ей пришлось уехать и оставить её детище здесь. И так получилось, что она передала его в мои руки. Вот этот сезон я, как говорится, взял эти вожжи в свои руки и вот пытаюсь, честно, двигать театр вперёд. Сегодня театром руководит не менее талантливый Андрей Ёрченко. Полностью погружён в театральную деятельность. Регулярные репетиции, которые проходят в Доме молодёжи на Ходкинского городского округа, для него не просто работа, а образ жизни. Театр – это сложный вопрос, что такое театр. Театр – это для меня даже не профессия, это и не призвание, это высокопарные слова не говорить уже. Театр – это, наверное, судьба. Да, это жизнь. В репертуаре театра более 20 спектаклей для детей и взрослых. Театр активно и плодотворно участвует в культурной жизни не только города, но и за его пределами. Развивает интерес к театру, организует творческие встречи. Театр «Рампа» имеет награды как краевых, так и международных фестивалей. Сейчас актёрская команда театра «Рампа» плодотворно работает над новыми постановками, возрождает старые идеи. Корреспондентам Тихоокеанского телевидения удалось побывать на одной из репетиций мюзикла «Лгунья». Комедия увлекает своим житейским сюжетом, близким зрителю в жизни. Игра актёров делает его интересным, ну а песни и танцы придают красочность и насыщенность. В этом сезоне у нас мы начинаем со спектакля «Лгунья», который должен был состояться этой осенью в этом году, но, к сожалению, из-за пандемии он отменился. Мы с него и начинаем, потому что мы обязаны его показать тем зрителям, которые купили уже билеты. Далее у нас идут две премьеры. Две премьеры запланированные. Это, так сказать, моноспектакль с одним актёром. Играет у нас потрясающий актёр Михаил Щербаков в этом спектакле. Очень интересный спектакль. Спектакль называется «Мецафорта». Я не буду рассказывать, о чём он, потому что нужно прийти и посмотреть. И второй спектакль массовый. Там около, наверное, 30, порядка 30 артистов на сцене находится. Это доходное место по Островскому. В творческой шкатулке театра ещё много сюрпризов. 4 сентября коллектив планирует провести творческую встречу. В непринуждённой обстановке на свежем воздухе актёры проведут встречу лицом к лицу со зрителем. Также есть для зрителей ещё один сюрприз. Это моноспектакль. Игру одного актёра на сцене с музыкальным названием «Мецафорта» представит Михаил Щербаков. Вот в таком качестве, когда уже я буду это делать на большой сцене, со светом, звуком, видеопроекцией. То есть я пока ещё такого не делал. Конечно, поэтому меня, хотя премьера в октябре, меня уже так немножечко трясёт. Ну, я думаю, что мы справимся. Спектакль называется «Мецафорта». А произведение, по которому это сделано, это произведение Патрика Зискина «Контрабас». Отметим, актёры театра «Рампа» активно поддерживают творческое начало и у юных театралов. Людмила Дубова, актриса театра «Рампа», воспитывает маленьких артистов в детском театре «Жарки». Она следит за театральным творчеством не только на Ходкинского городского округа. Педагог дополнительного образования, высшей квалификационной категории с энтузиазмом приезжает на конкурсы, посвящённые поэзии. Фокина неоднократно была в составе жюри на конкурсе чтецов, который проходит в Центре культуры искусства «Спутник». Я вообще люблю стихи, прозу, поэзию. Мне это очень близко, поэтому я люблю заниматься этим, люблю заниматься с детьми. Ну и, естественно, если я это люблю, то я с удовольствием приезжаю на конкурсы, слушаю произведения, слушаю новых детей, вижу находки. Очень рады тому, что дети впитывают классику, что они любят поэзию, что они вообще помнят наш золотой и серебряный век и вообще всех поэтов и России, и зарубежья. Поэтому я очень люблю, с удовольствием слушаю, с удовольствием принимаю участие в жюри. Стоит также отметить, что в условиях пандемии практически все конкурсы и многие премьеры были отменены или перенесены на другие даты. Актеры театра «Рампа» старались не останавливать театральную жизнь. Многие репетиции проводились в онлайн-режиме. Сейчас при первых послаблениях актеры с нетерпением ждут любимых зрителей, приглашают всех ценителей драматического искусства на интересные постановки. Дорогой зритель, мы вас всегда ждем, мы всегда любим с вами работать глаза в глаза, потому что что такое артист? Артист, он без зрителей никуда, ему нужна энергия зрителя. Как только мы выходим на сцену, первые 10 секунд мы получаем энергию от зрителя и все, и мы готовы дарить. Друзья, мы вас очень ждем, потому что театр не может существовать без зрителя. И мы очень надеемся, что вы к нам придете, мы будем очень рады вновь встретиться на нашей сцене. Продолжение следует...